Третий день осталось до завершения учебного года 2018-2019, а разом с тем и до начала уступной кампании. Вселета в регионе школу заканчивают 8 240 11-ти классников. Перед выбором дальнейшего шляха стоять так само свыше 13 тысяч 9-ти классников. Тему протягнет Евгения Кухаронак. Выпускники 9-х класса сегодня мают махчимость поступить в гимназии, 4 ліцеи в області, Гомельская кадетская в училище и середняя специальна учебная установка региона. Для ГЭТГа необходимо сдать уступные испыты эти экзамены. Можно так само протягнуть в учебу на третьей ступени навучения в родных школах и гимназиях. До речи, и выпускники 11-х классов сегодня проявляют интересы до работающих специальностей. Не редко для протягива учебы они выбирают колледжи. Однако все ж таки переважная большинство пробоя поступить в ВНУ. Что же касается проведения централизованного тестирования, то такие же остаются требования, как и раньше. Можно будет сдавать по четырем предметам централизованное тестирование. Выбор остается за ребятами. Результаты централизованного тестирования мы впервые будем получать по новому подсчету. И какой эффект будет этот подсчет ЦТ, мы не знаем. Потому что это проводится впервые, но делается это для того, чтобы была прозрачность, объективность оценки. А вось поступлению навучальную установу выпускников детячих садков будет житовляться без усиляких выпробований. Усих и кожных очагают в школах и гимназиях по месту жихарства. Плануется, что первоклассниками все лета станет около 17 тысяч детей. Правила приема сегодня очень простые. Там, где учащийся живет, он закреплен за школой, за гимназией. И в соответствии с порядком поступления в общеобразовательное учреждение, подают заявление в июне месяце, с 12 июня родители по месту жительства. Если в гимназиях, закрепленных за микрорайонами, есть свободные места, то на эти свободные места могут рассчитывать и другие жители других микрорайонов в порядке очередности поданных заявлений. Никаких вступительных испытаний, никаких тестов, экзаменов, проверок в первые классы не будет и не должно быть. В управление эдукации Гомельского облаканкама часто поступают звонки от батьков четвертоклассников. Звычайно гучать питания об правилах залечения детей в пятый класс гимназии. Даже несмотря на то, что ребенок, который поступал ранее, не относится к микрорайону, но учится в четвертом классе гимназии, он будет со своим классом переходить в пятый класс без всяких вступительных испытаний. Иногда родители задают вопрос, а что за контрольные работы пишут? Это обычная контрольная работа, которая пишется по итогам учебного года, проверяется качество знаний за год. И это никак не связано с зачислением учащихся в гимназии четвертых классов в пятый класс. Евгения Кухарона, Кихар Марышченко, телерадиокампания Гомель.